Друзья, всем привет! В прошлом выпуске, который был буквально вот пару дней назад, я рассказал о том, как я изготовил бассейн из подручных средств, так скажем, того, что может валяться под ногами. Ветерок-то снова не слабый. И я нисколько не стал уделять внимания самому, наверное, главному моменту, это очистке воды. Тем более, когда у вас три единицы железа, две единицы марганца, в общем, еще и присутствует запах, то есть вода сложная на самом деле. И если в доме я это решил вопрос через колонну, то здесь я думал, что решит вопрос мой новый фильтрационный насос. Но, друзья, как показала практика, ничего он решать не может. Он гоняет эту ржавчину по кругу и совершенно пока бесполезен. Он потом будет работать, но первоначальную очистку в любом случае нужно провести будет своими силами. Забросил туда хлорные таблетки в количестве четырех штук. Каждая таблетка, по заверению производителя, очищает два куба воды. Вот. Но очищает, опять же, не от металла. Короче, походив вокруг бассейна пару дней, я понял, что ничего с ним не меняется. Он таким у меня и остался. Поэтому пришлось мне приобрести разные средства, друзья. Но для того, чтобы начать ими пользоваться, первое, я должен проверить нашу воду на PH. То есть для этого я приобрел как раз мини-лабораторию. Сейчас я с вами все это дело пройду вместе. Немножечко терпения. Вы увидите это все в течение, там, 50 минут, а я это буду делать несколько дней. От вот такой вот грязной, зеленой, отвратительной воды до чистейшей, прозрачной, надеюсь, водички. Для этих целей я приобрел вот такое вот средство. И здесь все очень просто, элементарно расписано. Тут все понятно. Вот для желтой пробирки, значит, вот такие капли. Для красной пробирки, вот такие капли. Нам сейчас нужно проверить только-только PH. Если PH будет идеал или ровно, все хорошо. Если выше нормы, плохо. Значит, эта вся химия нам бесполезна. Для этого и нужна проверка. Так, заполните пробирки образцом до отметки. До какой отметки? Отметку я увидел. В левую пробирку добавьте 4 капли фенольного красного, а в правую капли артатуледина. Наденьте и встряхните в течение нескольких секунд. Сравните цвет воды с цветом сравнительной шкалы. Идеальное содержание хлора в бассейне должно составлять 0,6-1 мг на литр. Идеальный уровень брома находится в пределах 1,2-2 мг на литр. При необходимости можно откорректировать PH до комфортного уровня, который находится в пределах 7,7-8 мг от количества воды. Теперь красную пробирочку. И отсюда мы берем 4 капельки. Вы меня видите, да? Вам все видно? Раз, два, три, четыре. Закрываем. И мы видим, что цвет, мне кажется, он соответствует 7,8 мг сейчас. Так, соответственно, какой вердикт? Мы можем пользоваться сегодня химией. Так, и первое, нам нужно вот эти два материала залить, а вот этот будет использоваться у нас завтра. Вот, на сутки сейчас заливаем вот эти два материала. На 6 кубов нам надо 150 граммов. А по инструкции мы выбираем на 10 кубов воды, заросшей водорослями бассейн. По факту у нас так и есть. Ну, он реально страшно выглядит. Сначала 200 граммов мы используем хлоритекса, это вот того материала. Ну, это на 10 кубов, а на 6 кубов мы используем 150 граммов хлоритекса. И потом, и потом через 10 часов 250 мг альгетина. Так, и требуется технический перерыв при работе бассейна не менее 18 часов при непрерывной фильтрации. Затем фильтр тщательно промыть. Все понятно. То есть альгетин позже. Сейчас мы сначала выливаем хлоритекс. Я его разбавлю водой в ведре. Это называется быстрый хлор. Его задача окислить металл, в общем, и сделать его максимально отвратительно рыжим, некрасивым. И, короче, опустить его в осадок на дно. Называется быстрый хлор. Мы сейчас делаем все правильно. По уму для воды, которая, ну, просто проблемная. Так, еще я же вам обещал показать, как работает насос в режиме неочищенного бассейна. То есть хочу показать саму бесполезность вообще его работы. Смотрите. Сейчас я включу бассейн в кнопку, и из фильтра пойдет просто рыжая отвратительная вода. Жесть. Хлоритекс. Размешался. И я во время активной работы насоса проливаю растворенный хлоритекс по периметру бассейна. Итак, еще один денек у нас чистки. В общем, мы дошли уже вот до такого состояния. Вода очищается потихонечку. И сегодня я должен сюда добавить эквитал. Вот. Потому что у нас, если брать поэтапность, для того, чтобы он осветлился, то смотрите, как мы сделали. Мы замерли PH. PH был задран сильно высоко. И если он высокий, соответственно, химия плохо работает. Для того, чтобы PH опустить, я использовал эквиминус. Эквиминус. То есть я уменьшил PH. 100 грамм эквиминуса понижает на 0,1,2. Когда PH в норме, то есть 7,4-7,6, химия, которую мы добавляем в бассейн, начинает работать правильно. Следующим движением после понижения PH было использование хлоритекса. Это препарат, называется по-другому, быстрый хлор. Что он сделал? Он окислил весь металл и уронил его в осадок. На это ушло примерно где-то около двух дней. И в совокупности с ним я добавил еще альгетин. Альгетин занимается тем, что удаляет водоросли и всякие разные включения из воды. Он тоже нужен. Я прям взял полбутылки, бахнул. Запах у него, конечно, не очень, но он сильно помогает. И вот сегодня, когда все вот эти три штуки сработали, не смотрите, что они грязные, я просто эти упаковки храню вон там, где у меня насос. И я сейчас добавляю сюда эквиталта, средство для обработки воды, коагулянт для быстрого осветления воды для бассейна с печатными фильтрами и дозировочными водопроницаемыми пакетами САШЕ. Короче, вот этой штуке мы сейчас добавляем 150 миллиграммов. Вот PH тоже, опять же, видите, важно, чтобы PH был 7,7,4. Для удаления изобрабатываемых ионов меди рекомендуется повысить уровень PH до 7,5-7,8. Поэтому, что я сейчас сделаю? Я еще раз проведу лабораторию обследования, посмотрю, что сейчас у нас с водой, после чего приму решение, что добавлять. Да, еще один момент. Вы мне писали, проверь, пожалуйста, на радиацию свой бассейн, так как это ракета, это все-таки ступень от боевой баллистической межконтинентальной ракеты. Поэтому я взял специально дозиметр, и сейчас его тоже посмотрю. Купил батарейку, сейчас-то все зарядим. А сейчас смотрим наш PH. То есть в левую надо добавить 4 красных капли, в правую – 1, 2, 3, 4. А в правую – 4 желтых капли. 1, 2, 3, 4. Что-то желтые капли добавил, даже ничего не изменилось, они какие-то не желтые. И перемешиваем. И что мы видим? И мы видим, что у нас PH сейчас, но он немножко задран. Но с другой стороны, Эквитал как раз и просит, чтобы мы для лучшей работы подняли как раз уровень PH. Вот сейчас он у нас оптимальный для этого дела. Одно саше на 10-50 кубов воды, то есть один пакетик. Все понятно? Так, предлагается, что я вот это саше, шоссе, помещу сейчас в специальной фильтрующей, короче, в своем фильтре специальную установку. Но, к сожалению, у меня фильтр простенький, и там нет вот этих карманов для установки. Поэтому я сейчас просто его размельчу в воде и вылью. Так же, как я это делал с остальными. Не знаю, правильно это или нет. Если неправильно, то вы мне напишите. Но я это все растворю и все вот таким вот путем в течение какого-то времени. Ну уж, ну нет у меня фильтра. Можно, конечно, поместить это прямо в сам фильтр. Вот сейчас все, сейчас заработает. О, так она быстро растворяется. Короче, сейчас бассейн у нас будет максимально прозрачный. Эй, не тони. Проблема с щелкой произошла. Я пока этот фильтр ремонтировал, вода затекла между бассейном и между чехлом. И теперь у меня вон там всплыл такой пузырь. Вон там под водой. Сейчас надо какую-то трубку вот так опустить и откачать оттуда воду. Вот, ну и в целом я рад. Басику дети очень рады. Как временная мера, пока мы не стали копать основной большой бассейн. Все-таки мы решили, что будет большой бассейн. Только не сейчас, чуть попозже. Так, друзья, ну, наверное, я вам теперь покажу, что получится в конечном итоге. То есть завтра утром прям сниму. Собственно, завтра днем вы уже увидите этот видос. Ждем минуту, по-вашему, а у меня сутки. Воу, солнце. Так, друзья, а вот и утро. И еще я вам не рассказал про две вещи. Это хлор, который тоже надо добавлять туда, в бассейн. Не быстрый хлор, а хлор, который уже будет работать постоянно. И дозиметрия. Это проверка бассейна на радиацию. Помните, вы говорили, что это все-таки ступень от ракеты, и нужно ее обязательно проверить. Так вот, я вчера вечером купил крону, но что-то, мне кажется, аппарат не работает. Просто почему не работает, потому что здесь написано, что информация будет верна только после исчезновения четырех точек на цифровом табло. А у меня четыре точки не исчезают никаким образом. Но они должны исчезать после 40 секунд использования. Но что-то идет не так. Ладно, давайте пока он будет вот тут на проверке. Я вам расскажу про хлор. Это быстрорастворимый дезинфикант на основе стабилизированного хлора. То есть вот эти таблетки, они добавляются уже после быстрого хлора для того, чтобы поддерживать в бассейне чистоту. Но в нашем случае вчерашние все средства, смотрите, как они осадили, да, все ионы металла, всю вот эту гадость, они осадили на дно. И сейчас у нас чистый бассейн, осталось только его пропылесосить. Думаю, что сегодня за день это еще поработает и будет вообще здорово. Не знаю, только пылесосить ли я буду. У меня просто пылесоса нет. Включу насос опять на прокачку, и дети там немножко взбудоражат купанием сам бассейн. И все, опять все уйдет. Вот таким путем мы от него избавимся. Вот уже чистая вода, прозрачная до дна. Смотрите, полностью, полностью прозрачная. Так, что у нас дозиметр говорит? А ничего он не говорит, наверное. Либо радиации нет. Хотя, говорят, естественный фон должен быть в пределах 12-13 миллирентген, да? Вроде как. А он еще на ли показывает, и нет, счет не идет. Поиск включен, питание включено. Обнулялся. Не знаю, может не рабочий. Да какая радиация? Откуда здесь радиация? Эта ракета, она, собственно, в стратосфере-то не была. Она местная. Ладно, братцы. Надеюсь, кому-то мой опыт использования химии поможет. Я так скажу, чем полезен этот видос? Тем, что, когда я залил сюда воду, я понял, что все, бассейн на ухана. Смысла нет, потому что все плохо. Очень много металла. У меня, еще раз говорю, металл показаний тройка. Это большие показания. Даже когда я делаю обратную промывку, тут все просто золотое. Ну, то есть, вообще вся ржа сюда выходит. И я думал, что мы не победим никаким образом. Но, как показывает практика, сделать прозрачный бассейн из очень отвратительной воды легко. Осталось, вот, говорю только про пылесосить. Теперь собрать это все. Собрать это все дело. Ну, сделаем. Вот. Потом покажу вам чистейшую воду. На солнышке, конечно, было бы лучше сейчас смотреть, но пока... Пока солнце еще не вышло. На улице сейчас 6.30. Друзья, и моя просьба. Напишите, пожалуйста, как вы считаете, что все-таки из этих материалов нужно, а от чего можно обойти. Или, может быть, что-то еще стоит добавить в это все дело. Ну, вот. Сейчас я добился того, что вода не пахнет химией. PH по норме. Хлор и марганец тоже... Или магний. Марганец. Тоже в норме. Вот. То есть, все сделано. Все ровненько. Купаться можно. И никакой химозы не словишь. Давайте увидимся с вами через несколько дней. И будем... Блин, показать вам, не показать спойлер, что мы уже наделали с плотом. Нет, давайте дождемся. Потому что... Ну, так скажу, чтобы вы знали, уже есть крыша, уже есть все стойки, уже есть... Уже почти все есть. Весла вон распашные, все стоит. Но это я вам покажу чуть позже, когда обошью его кровлю и стенки. Немножко осталось. Скоро увидимся. Пока. Пока.